Васту коррекции, ответы на вопросы. Привет, друзья, с вами канал ArtVastu. Сейчас я попробую ответить на вопросы, которые накидали нам на ютубчике. Давайте посмотрим. Подскажите, что делать, если кухня на севере? Кухня на севере – это значит загрузка на севере, плюс много техники, всякой тяжелой, посудомойка, холодильник и прочее. Нет окна, скорее всего. Соответственно, мы можем корректировать ее, так же, как я в видео рассказываю коррекции севера по Васту жемчугом и серебром. Все как обычно. Если у вас есть дефект в секторе, вы корректируете сектор таким образом, как я вам рассказывала. Значит, мы берем жемчуг и серебро и закладываем в пол или в плинтус. Ставить вазочки сверху неэффективно, даже не начинайте, только в пол. И, конечно же, ненужные вещи мы утаскиваем отсюда, чтобы создать большее пространство. Не забывайте про зеркала, про гирлянды с белым светом. В этом секторике, в секторе. Так, прекрасная подача, очень интересно. Скажите, пожалуйста, дом квадратный, но пристроен кухня, гараж на северо-востоке и востоке. И все строение смотрится буквой Г. Нужна коррекция или нет? Нужна коррекция и по-хорошему вам нужно на консультацию. Вообще, кроме квартир, у нас же есть еще дома. И когда мы корректируем дом, мы помимо дома корректируем еще участок. Сейчас я вам приведу сравнение. Квартира и дом на земле. Вот квартира в доме. В доме у вас сколько квартир? Например, 100 или 300 или даже больше. В зависимости от того, какой этажности дом. В каждой квартире проживает несколько человек. Ну, например, там 300 квартир, 600 человек, 700 проживает в одном многоэтажном доме. И у вас дом стоит на земле, в котором проживает, например, трое. Ваша семья или четверо. И вот площадь участка под многоквартирным домом и под домом, который ваш частный, нам примерно одинаковая. Ну, неважно, больше, меньше, не суть. Земля и окружение очень сильно на нас влияет. Сильнее даже, чем сам дом. Это склоны, пригорки, вода где-то, рядом какие-то дома или кладбища, больницы, еще что-то. Так вот, дефект в многоквартирном доме вот этого окружения, он и форма дома многоквартирного, она делится, вот этот весь дефект, он делится на всех проживающих в этом доме многоквартирном. То есть, например, там на 700 человек. И точно такие же дефекты в вашем частном доме, они делятся только на вашу семью. То есть, там на троих, на четверых, на двоих, сколько там вас проживает. Понимаете, какая масштабность? То есть, почему так важно корректировать обязательно участок? Но также дома можно корректировать по принципу квартир. Сам дом вы всегда можете корректировать по принципу квартир. То есть, если у вас плохой северо-восток из-за пристройки, пристройка в северо-востоке утяжеляет. Соответственно, на ваш северо-восток в доме вы можете положить корректора северо-востока. На востоке в доме вы можете положить, если на востоке пристройка, она утяжеляет, на востоке в доме вы можете положить корректора востока. Вот. Поэтому, пожалуйста, сделайте хоть что-нибудь. Все видео адаптируйте под свой загородный дом. Так. Камни должны быть необработаны. Подойдут ли бусины из браслета, например. Речь идет про коррекцию брахмастана, и тут я рассказываю про рубины. Смотрите, я лично натуральные рубины, чтобы они были в браслете, в руках не держала. Если это действительно настоящий рубин, конечно, они подойдут. Вот. Если это просто стекляшки, покрашенные в цвет рубина, то нет. Вот. Тут вопрос, натуральные ли камни. Вот. И, конечно, если покупать, лучше покупать необработанные, потому что это вам будет намного дешевле. Камень будет натуральный и необработанный. Чем вы будете покупать, втридорого переплачивать. И не факт, что, кстати, камни натуральные. Вот. Намного дороже у вас выйдет коррекция. Так. Юго-запад можно поставить морозильник. У меня там кухня. Юго-запад, если вы посмотрите про сектора тока и сектора притока видео, вы увидите, что юго-запад мы утяжеляем. Морозилка, холодильник – это тяжелые предметы. Вот. Все тяжелые предметы там просто отлично будут располагаться. Так. Если в Брахмастане колонна, что делать? Это опять к видео про Брахмастан. Я в этом видео рассказываю про рубины. Соответственно, вы можете найти центр квартиры и положить туда рубин или несколько рубинов в эту колонну. Ну, вниз, в самый низ или в плинтус, или как-то там почти в плинтус. Вот. И будет у вас все отлично. Ну, на самом деле, если только одна колонна и больше ничего, и там пустота, то, в принципе, это не проблема. Если там, кроме этой колонны, еще проходит шкаф, забитый вещами, еще куча мебели, то вот это вот уже проблема. Это тогда нужно растаскивать и максимально Брахмастан освобождать. Но что касается колонны или стены, то в этом месте можно повесить зеркало, рассказывала обязательно, чтобы в нужные стороны смотрела. Можно повесить картину, вот как в примере. И можно заложить рубин, да, вниз. Так, очень информативно и наглядно. Вопрос по юго-западу и югу. Окна выходят на эти стороны. Это наша столовая кухня. Кухонная гарнитура, плита смотрит на юго-восток. Середина южного сектора по оси находится в углу стены. В этом же углу стоит холодильник, а в противоположном углу юго-запада стоит морозильный и ларь. Холодильник считается утяжелением секторов юга и юго-запада или все же надо дополнительно корректировать эти сектора. Холодильник и морозильник являются утяжелением, потому что они вес, но окна выходят на эти стороны. Обязательно нужно корректировать ваш холодильник и морозильник. Это хорошо, что они там стоят, а не на севере или северо-востоке, но обязательно все коррекции по полной. И подвесы, и металлы, и камни, все-все-все, и спирали еще. Не совсем поняла про балкон. Тоже делайте жерель по внешним стенам. Это комментарии относятся к видео васту-коррекции юго-востока. Нет, а жерелья мы делаем только для санузлов. Только для санузлов. Если у вас балкон и окно на юго-востоке, то вы его корректируете, как любой сектор оттока. То есть вы располагаете туда по формуле утяжеления металла и камни, подвесы, пленку, все как обычно. Спирали еще можно. Так, а если зеркало в северном секторе смотрит в окно на северной стене? Так, я не поняла, но когда вы стоите и смотрите в зеркало, вы должны смотреть в сторону севера, северо-востока или востока. Если вы смотрите в сторону юга, юго-запада, запада, юго-востока, то этот вариант не подходит. Вот, то есть недостаточно зеркала находиться в северном секторе. Оно должно еще, когда вы в него смотрите, вы должны смотреть в стороны притока. Дальше. Например, на западе окно во всю стену и окна в пол на западе. Со стороны комнаты подоконник с теплым полом в 60 см шириной. Вопрос. Камни надо разложить по всей линии подоконника на протяженности окон или поставить в центре кучкой? Так, камни и металлы в секторах оттока вы можете положить как в центре сектора на ось, так и разложить под дефектами. То есть под дверь, под окно можете разложить, как вам удобно. Вот, попрятать. Там немножко попрятали, здесь. Самое главное, чтобы попадал он в этот сектор и не был очень близко к брахмастану. То есть на границе с брахмастаном постарайтесь не класть вес. Дальше. Жемчуг рассыпной надо или можно положить бусики тоже. Я не поняла. Если вопрос про дырочку, дырочка роли особо не играет. Если у вас есть жемчуг без дырочки, отлично. Но жемчуг с дырочкой тоже будет работать, потому что в жемчуге работает перламутр. Жемчуг состоит из перламутровых чешуек, из перламутровых слоев. И вот этот перламутр работает. Если это стекляшка, стекляшка или пластмасска, то она работать не будет. На северо-западе туалет будет ухудшать здоровье дочерей. На северо-западе любой туалет будет ухудшать что-нибудь. Если у вас есть варианты, в чём я лично сомневаюсь, то, конечно, лучше его вообще в идеальной картине мира в туалет ходить к соседям, чтобы на территории вашей квартиры дома туалета не было, потому что в любом секторе он будет ухудшать чьё-то здоровье, и кому-то будет вредить. И, как правило, всем проживающим в квартире или в доме туалет в любом секторе будет вредить. Вот. Дальше. Подскажите, пожалуйста, могу ли я сделать бутылку для себя и супруга, или мы должны по отдельности делать две разные бутылки. Это к вопросу о синей бутылке. И я там говорю, что в этом видео, что мы не на желание делаем синюю бутылку. То есть вы можете как бы сделать туда намерение какое-то своё заложить, но это очень маленький процент. В основном это просто гармонизация сектора. Синий цвет, масло и гвозди. Это гармонизация западного сектора. Поэтому вы делаете один корректор для того места, где вы проживаете. Будете делать её вы или ваш супруг. Это тот, кто больше верит в власту. Тот пусть и делает. Муж не узнает про камни в кашпо, если только не станете его двигать. Да, спрятать можно всё в кашпо. Кашпо, золото для востока, но так, юг красноватый оттенок и кирпично-терракотовый матовый. Это я вообще не поняла. Только я не представляю 50 кг на комнату. Вот недавно в телеграмме я сделала пост, где выложила фотографию своего стандартного икеевского комода, самого обычного, у которого ширина, по-моему, 80, если я не ошибаюсь, и глубина 60. Я вынула нижний ящик и под этот ящик на пол положила вес. Вот перейдите ко мне в телеграмм, посмотрите, сколько веса у меня туда уже поместилось, при том, что я ещё даже туда не упихивала. Я спокойно, свободно положила всё, что у меня есть в нужный сектор. Туда влезет ещё очень много, очень много влезет. Вот. То есть это железная ёмкость, которую нужно наполнять. У меня в квартире декоративный ведёрк с сычными камнями маленького. И какую-то железяку я туда положила. Ёмкость. Это к вопросу сектора оттока, коррекции секторов оттока. Я точно не знаю, что вы тут пишете, но я предполагаю, что вы имеете в виду, куда разложить камни или как использовать металл. Ведёрк весит от силы, не знаю, 500 грамм может быть. Если мы говорим про коррекцию металлами, то мы говорим про 50-100 килограмм и так далее. Да, если вам нужно разместить камни, у вас есть металлическая ведёрка, почему бы не положить камни в это ведёрко? Но надеяться, что само по себе ведёрко сильно будет что-то там корректировать, я бы не стала. И какую-то железяку. Есть железяка, положите. Но это крупица в море. То есть минимальная коррекция на сектор оттока, даже если квартирка небольшая и дефектов не так много, всё равно минимальная. Юго-запад и юг по 50 килограмм. В каждый, в каждый. Можно ли вешать зеркало, на котором такие квадратики разделения вместо большого цельного зеркала? 15 окошек. Такие вешают над камином. Нежелательно, чтобы членилось изображение внутри зеркала. Очень красивые они. Я знаю, я сама очень люблю это безумно красивое зеркало. Арочкой такое оно делается. Очень красивое, но нет. Нам нужно зеркало простое, без разделений, без фасок, без фацетов. Вот это вот называется фацет, если я не ошибаюсь. Или фаска. Короче, просто лучше всего прямоугольный, квадрат или круглое. Вот. Чем больше, тем лучше. Никаких этих самых разделений. Благодарю, что делитесь. Ля-ля-ля. Квартира буквой Г плюс ведиша уголоклона 16-17 градусов. В суфонстве нет юго-востока, половина востока и большей части юга. На юге дополнительный вырез. Если на юге еще есть возможность заложить камни, не как можем. Для коррекции. Смотрите, сейчас можно заказать у меня построение вастокарты сложной формы. Вот. Только вастокарту я вам построю, и вы по ней будете ориентироваться. На которые будут у вас все сектора. Пусть маленькие, но они будут. Вот. Обучающего видео у меня такого пока нет, но заказать карту пока как бы уже можно. И вы тогда сможете свой маленький юго-восток на ней там найти и скорректировать. Вот. То есть что... Я там на одном видео говорю, что типа сектора выпадают. Но это очень старое видео, и сейчас уже как бы я черчу по-другому. И все сектора всегда попадают у вас в ту карту. Они могут быть маленькими, но они все попадают. Вот. Но в любом случае вы можете сейчас корректировать и юг, и юго-запад, и запад. В любом случае вы можете утяжелять. Вот. Спокойно. В западном секторе входная дверь, которая смотрит на юго-запад. Также поможет корректировка камнями. В западном секторе камни и металлы по формуле. Рассказываю видео, в которых вот две части, вот такие, где камни нарисованы. Васту коррекции оттока. Часть 1, часть 2. Посмотрите, оттуда все сделайте. Еще было бы интересно узнать. Давно еще. Если сделать над этой дверью антресоль, туда сложить камни, будет ли это хорошо или не очень? Здесь увидела. Если в зоне оттока у вас дверь, и у вас там антресоль, или у вас там не дверь, а окно, и можно сделать антресоль. Антресоль, это хорошо. Антресоль, соответственно, вы туда положите вещи. То есть вещи будут уже утяжелять. Это раз. Они будут занижать уровень потолка, как вы здесь и написали. Это 2, это тоже хорошо. В принципе, можно туда положить камни, но это зависит все от конструкции вашей антресоли. Если речь идет о 50 килограммах, насколько у вас плотная антресоль. Можно. И 100 килограмм можно было бы положить, если вы уверены в этой антресоли, что она не развалится. А все, что вы тут пишете, да, это хорошо, это хорошее решение. Если есть входная дверь, и над ней можно бахнуть антресоль и устроить ее под хранение всего. И еще какой-то вес туда сложить, хотя бы частично, то это отлично. Можно забронировать окно лоджию зеркальной пленкой. Не опасно, не поменять. Лучше не делать зеркальной пленкой. Лучше все-таки зеркало в оттоке не использовать. Потому что это зеркало, это эффект зеркала. Посмотрите видео про зеркало. И тогда это самое. Видео про зеркало посмотрите. Вы добавляете себе там еще окно. То есть оно у вас как бы там уже есть, вы еще усиливаете как бы этот эффект. Не стоит. Можно написать в Телеграм, записаться на консультацию или заказать построение Васту-карты. Так, про в какие дни делать коррекции. Смотрите, подбирать день коррекции хорошо бы, если вы делаете коррекцию спиралями. Если вы закладываете жемчуг, серебро, кораллы, кораллы, медь. Если вы... что там еще? Ну, это самое важное, наверное. То есть если вы инфинити кладете и звезду Давида тоже. А вот если вы кладете просто камни, покрашенные, просто металлы в виде прямоугольников, деревянные подвесы, пленку на окна, то вот эти вещи вы, в принципе, можете делать спокойно в любой день. Вот. То есть по сути утяжеление секторов от тока вы можете делать в любой день. Ну, кроме спирали. Под спирали лучше подобрать. Вот. Не знаю конкретно про что тут спрашивают. Если зажигать на юго-востоке волшебную микстуру, то это можно делать в любой день. Очищение дома пятью элементами тоже можно делать в любой день. Так, друзья, я думаю, что на сегодня достаточно ответов на вопросы. Надеюсь, что вам будет это видео полезно. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии. А с вами был канал ArtVastu. Увидимся в следующем видео.